итак приветствую друзья и гости канала всем огромнейший привет и мы в гостях у алексея сейчас я проедусь немножечко немножечко в центр сочи ну и заодно вам покажу особенность да вот в этом доме большом живет мой друг снимает его принципе на гулян на улице называется снимает относительно недорого за 25 тысяч рублей вот как бы так тоже чем чаще я приезжаю в к нему гости тем чаще возникает идея о доме да например сегодня погода не очень хорошая на рыбалку не сходить ничего на лыжах нормально не покататься и можно во дворе сделать шашлык посидеть в большом доме ну реально круто круто очень круто знаете прям такая ностальгия когда я в морске жил мы тоже максимум это собирались у меня на большом доме у меня был там домашний театр было все было и конечно же не было баня как бы и кальян можно покурить там за там в общем много чего там было интересного но но я вот как раз знаете многих из вас понимаю что такое да продать дом большой там больше 300 квадратных метров при том свежий дом новый дом с ремонтом с техникой и мебелью продать за три двести и потом один прекрасный момент взять и переехать в город сочи из этого дома просто-напросто взять и и просто просто взять и переехать тот момент в квартиру в 33 квадратных метра ну и конечно многие тоже кто переезжает с разных районов с разных городов такие там омск например да если возьмем там саратов красноярск где можно хороший дом купить там миллионов за 8 ну действительно хороший дом можно купить миллиона за 8 можно и самом центре ну вот как мы сейчас здесь едем да и потом за 8 миллионов в сочи не купить не ч го но по большому счету ну максимум это студию там либо например жилое помещение как мой брат продает до квартиру однокомнатная квартира да все нормально все хорошо ремонт техника мебель 8 с половиной миллионов рублей и многие рассуждают тогда лучше тогда уж я там не за там лучшим остаться в своем родном городе ну как бы я это прекрасно понимает да вот прекрасно понимаю потому что когда ты живешь ну мягко говоря в хороших комфортных условиях когда ты знаешь в принципе каждую травинку каждый колосок как бы обладаешь там определенным кругом друзей когда ты обладаешь той или иной информации конечно поменять резко что-то очень сложно но реально очень сложно но каждый стоит перед выбором и бывают разные моменты в жизни например когда я строил тот самый свой дом в горске соответственно я на тот момент зарабатывал около 100 тысяч рублей в месяц плюс я очень много всевозможных выиграл конкурсов я был примером за высокие продажи автомобилями и у меня был один прекрасный момент когда я выиграл три skoda fabia да там каждая стоила то в тот момент 330 тысяч рублей ехать что продала по прайсу были 360 продал подешевле по 330 и конечно же когда ты передвигаешься на нормальном автомобиле да например skoda fabia считал что хороший автомобиль но когда тебе не хватало денег доделать дом достроить дом я тот момент взял и продал автомобиль доделал ремонт и тогда помню если не ошибаюсь 1000 за 80 наверное я купил себе 20-летнюю nexio и на ней передвигался конечно после нормального комфортного чешского автомобиля на nexio было передвигаться мягко говоря не очень комфортно я вам сразу говорю даже даже об стал больше даже не комфортно и я понимаю что такое когда ты понижаешь градус до определенным но потом был тоже уже потом все таки я с nexio пересел на nexio более свежую потом после nexio я еще умудрился покататься на какой-то там проблемном opel фронтере там буш на там 93 года и потом я уже в 2010 году купил себе новый автомобиль с автосталона это был у нас это была лада приора универсал и вот на ней тоже я почти год откатал почти год и потом купил себе соответственно уже nissan qashqai на механике потом я 2000 это был 2012 год 2012 год я купил себе mazda cx-5 на передней приводе на автомате потом получается в 2014 году был метал определенный кризис ну какой кризис просто что-то я там перегорел там на работе на хотя был генеральным директором и так получилось там в долги умудрился залезть в долги залез не потому что там я бухал либо еще что нет просто много вкладывал свое обучение всякие тренинги там подобное тоже как наркотик там одно другое и тоже очень много денег ушло и в общем один прекрасный момент пришлось там были определенные кредиты еще остатки роскоши от строительства дома да потому что дом в общей сложности мне обошелся там больше 8 миллионов рублей себестоимость например даже посмотреть сколько там я например заработал за те же самые например 4 года да даже если зарабатывал 100 тысяч рублей в месяц то в год это получается миллион двести там например если мы берем с вами там два года там ну два четыреста даже если пять лет даже за пять лет а столько денег не заработал сколько я вложил дом но почему так получалось потому что еще были премии потому что премиями общей сложности посмотрел у меня было около двух миллионов триста тысяч плюс еще нужно было на что то есть нужно было как-то еще с дочкой ездил путешествовал там летал и так далее не надо полвал волшебный палец вот пешеходный переход подальше немножко ну и вот чем как бы как бы так и тоже я тогда пересел с mazda cx-5 пересел там был мне обмен там человек приезжал с салавата есть такой город в башкирии и поменял на volkswagen tauran 2006 года он был на механике опять с автомата пересел на механику и мягко говоря не совсем было то что хотелось бы в общем разные моменты были и на этом самом автомобиле я приехал в прекрасный город сочи тот момент я тогда уже когда переболел раком захотел все-таки что-то сменить пытался продать дом дом было продать в орске очень тяжело нереально и тут наверное я продавал почти год начинал сам биться дум продам миллионов за шесть думаю 1 8 ложу за 6 потом думаю за 5 продам потом думаю за 4 в итоге у нас был обмен 3 получается 3 200 меня получился дом и получается был обмен на квартиру да и не помню полтора миллиона доплатили и тоже полтора миллионами рублей тоже решил часть своих вопросов это именно те которые возникли когда я строил дом вот как бы так потому что сейчас я понимаю даже если ты зарабатываешь 100 тыс рублей в месяц ты дом даже в орске все равно не сможешь построить чтобы не используя там кредитные средства и так далее вот как бы так но это был печальный опыт с домом ничего плохого нет и конечно же та штука была когда каждый год тебя дом высасывал по 700 тысяч что там баня то там то то там ворота то там крышу переделать потому что сразу как бы денег нет построить так как хотелось бы построить до чтобы было хорошо качественно и так далее а вот строить на что хватает и потом под конечно приходится в один раз момент все переделывать так вот так вот так вот так вот так вот так вот в общем на этом все у нас в принципе момент закончилась остался тот момент с квартирой квартира была у меня сколько получается квартира была трехкомнатная этаж 121 момент потом я в последующий продал за миллион пятьсот пятьдесят хотя когда мы обменивали она стоила миллион восемьсот ну вот как бы так но очень много потерял на недвижимости в угорске я потерял очень много денег и в принципе после дома трехкомнатной квартире было мне жить более менее комфортно нормально три комнаты я жил один зал кухня одна комната спальня в принципе все было хорошо но в один прекрасный момент когда я решился переехать в город сочи я получается поехал то самым volkswagen спокойно преодолел там это расстояние и 2016 году переехал в сочи в мае месяце как раз помню продал квартиру на ворске здесь взял еще получается половину внес закрытую студию сделал ремонт начал жить и вот сейчас вот что имею то имею такой был путь почему так получилось ну ответ был очень прост потому что не выбрал я изначально не тот город выбрал я изначально не то направлением и поэтому так вот все и получалось ну и выбрал не те соответственно соответственно профессии если вдруг кому-то интересно мой путь да я никогда в жизни не был бездельником при этом я никогда не боялся никакой работы любую работу я брался если например мы посмотрим например совсем ранние года да прям если начнем прям мою деятельность то когда я был в классе третьем четвертом этом покупал жвачки оптом в помню помните раньше ваш какие-то все тебе были turbo love is так далее покупал и одноклассников продавал дороже по той цене которая была оптом они были дешевле ну по итогу потом не мы точнее моим родителям учителя объяснили что нельзя заниматься предпринимательской деятельностью в в стенах школа я это считал предпринимательской деятельностью мама считала что это называется спекулянтством по одной цене купил по другой цене продал так далее потом последующим я пробовал своими ручками что изготовлять я изготовлял стульчики деревянные которые пытался продавать тогда я понял что изготовлять стульчики мне было гораздо проще чем их продавать в итоге эти стульчики всем знакомым бабушкам просто раздал вроде бы сделал хорошее дело но ничего нет не заработал был такой печальный опыт последующим как и все нормальные дети в том возрасте тоже ходил особенно после субботы после воскресенья по базару собирал бутылки сдавал собирал шашлычные палочки сдавал чтобы были карманные деньги потому что я рос в небогатой семье я считал что у нас семья среднего достатка но у нас не была семья среднего достатка у нас была семья на грани на грани выживания автомобиля на 100 момент не было до жили в доме как бы папа пахал мама болела в общем не не до жира было так скажем не до жира соответственно также год период тех самых 90 годов когда готовили борщ так мы его называли на самом деле это там даже не было щавеля там был просто свекольные листья пару картошек там может быть там лук где там и так далее как само собой без мяса без ничего и вот этот этот что-то подобное ели я даже это сам-то даже готовил страшно ну реально страшно помню конфеты которые делали сами брали просто-напросто сахар в масле просто его жарили и получалось сосали ну были такие времена 90 поэтому сразу говорю как бы все что я сейчас имею это я имею не потому что мне досталось по наследству так далее нет мне по наследству ничего не досталось все что я имею я зарабатывал все сам ну и в общем как бы так все шло дальше в последующем получается когда я был в восьмом классе я все лето работал на стройке с отцом помню работал папа и тоже два его соседа я уже четвертом принципе в четырнадцатилетнем возрасте я наравне пахал со взрослыми мужиками от звонка до звонка все дело и твой момент я как бы ну мягко говоря все лето профукал пацаны меня не видели потому что я всегда был на стройке выполнял самую тяжелую работу потому что ну как бы самая тяжелая работа как бы да там там копать там еще что это не требует больших умственных способностей но все равно пахал и заработал свои первые соответственно деньги на эти деньги я купил себе мотоцикл ну как мотоцикл тяжело назвать мотоциклом это был мопед верховина двигателем от мотоцикла минск но покататься мне толком не получилось потому что уже была осень и уже соответственно нужно было ходить в школу но я все у меня друзья были на мопедах на мотоциклах я один не был потому что ну не было возможности в тот момент купить поэтому я первый свой двухколесный друг первого колеса друга заработал сам по поводу велосипедов велосипед были но у нас не было ни одного велосипеда который был бы куплен с с магазином все велосипеды которые вас были а нас были себя велосипеды эти велосипеды все были собраны отцом знаете как как раньше от металл ломеные там валялись там колеса там бывает раму выкинуть или еще что-нибудь и все это все брали и вот папок собирал собирал велосипеды меня был до велосипед но мотоцикл почему так ссылку собрать не получалось за почему получалось не умного цена не мопед, а велосипед такие у нас были, поэтому велосипед у меня в детстве был, но такие, самодельные, самосборные и тому подобное, теперь в те же, уже как я был в девятом классе, я уже для того, чтобы можно упасть на дискотеку, у меня на дискотеку денег не было, я начал проводить дискотеки, был диджеем, был эмси и тому подобное, потому что те деньги, которые у меня свободные были, я отдавал их за тренировку, потому что я ходил в баскетбол, я ходил в карате и в принципе у меня туда уходили все деньги, уходили деньги, вот тут же нужно было покупать в том числе и снаряжение, да, когда я ходил в карате, чтобы вы понимали, у меня даже не было кимоно, кимоно было сшито из простыни, я вам серьезно говорю, из белой простыни было сшито, мама сама сшила, я до сих пор его помню, и вот я единственный в карате, кто ходил не в настоящем кимоно, да, чтобы там, конечно, у меня периодически все оторвалось, ну и каждый раз у нас новые были те самые куртки там подобные и, наверное, из-за того, что я в карате показывал хороший результат, даже лучший результат, как бы лучший самый, мне к одному-то единственному вам разрешили, и это факт, это можете хоть кого-то спросить, в тех временах все подтвердят, я единственный, кто занимался всегда и зимой и летом, я занимался в штанах просто в белых, да, получается тоже, это даже не были кимоношные, непонятные такие, из простыни, не сшиты, и просто был с поясом, да, но без куртки, потому что, как таково, куртки у меня очень быстро все оторвались, потому что они были из простыни сшиты, но это мне не мешало, потому что бы я показывал обалденный результат, и в принципе, вот как бы мне так разрешались, само собой, экзамены, мне даже один раз я не сдал экзамен, даже не сдал экзамен на желтый пояс, и причина была, хотя я все сделал идеально, все хорошо, там все классно, и причина была, я помню, тогда мне тренер сказал, главный экзаменатор сказал, что у у тебя неподобающая, неподобающая у тебя форма, поэтому ты из-за этого не сдал, я просто, я так горел, я просто, я, это у меня прям детская травма, просто я был самый лучший, и я не сдал, я там участвовал в соревнованиях, я там бился, мне на соревнованиях, само собой, давали другие, так скажем, ученики, давали мне куртку, давали, давали кимоно на участие, потому что в такой, в простынке не допускали, мне было обидно, что из-за того, что я в своем кимоно сдавал, и все, потом я один раз не сдал у нас на коричневый пояс, потому что на коричневый пояс я сдавал на 3TQ, но на мне был белый пояс, потому что у меня-то других поясов не было, и в принципе до коричневого пояса проканывало, что я с белым поясом всегда был, да, например, все если там получили желтый пояс, сразу желтый пояс повязали, если кто-то получил зеленый пояс, сразу зеленый пояс повязали, если получили синий, сразу синий пояс, там фиолетовый, у меня было по-другому, я всегда ходил с белым поясом, ну всегда был, потому что у меня другого пояса не было, потому что, например, синий пояс или желтый пояс, его нужно было купить, у меня не было возможности покупать и так далее. Соответственно, в те же времена я начал, получается, домой своих, ну там уже познакомились, там Сергей такой был, я начал на рынке помогать продавать картриджи, потом продавал рубашки, потом продавал как бы всякие всевозможные фотопленки, потом продавал, в общем, много чего я продавал, много чего я помогал и уже там имел свои карманные деньги, свои. Никто не может мне давал, а именно карманные деньги. Вот как бы так. Многие соревнования я пропускал, не катался просто у нас в нашей семье не было возможности, например, чтобы я поехал на областные соревнования, например, по карате или, например, чтобы я поехал на областные соревнования по, например, баскетболу. Просто у меня даже физически не было возможности заплатить, потому что нас было трое в семье, соответственно работал папа один, мама болела, в общем, было не до этого. И поэтому в школе так получилось, что я уже начинал учиться плохо, потому что в основном уделял время тренировкам и начиная там с 8, 9, 10, 11 класса я много времени уделял именно заработку. Потому что каждую там субботу, воскресенье, когда там нужно среди недели, я зарабатывал. Вел ночью, точнее, вечером эти самые дискотеки. Сначала Орион-клуб был, потом был кинотеатр «Октябрь» и так далее. Ну и, соответственно, уже-то занимался продажами, говорю, всеми подряд. Пеленки, картриджи, альбомы продавали, все, что было-то в тренде. И вот как бы так. И зарабатывал себе, соответственно, уже деньги-карманы, потому что у меня все друзья были обеспечены. И я, ну, не хотел на фоне них себя чувствовать таким, скажем, каким-то там нищебродом и тому подобное. Ну, я был нищебродом, ничего в этом плохого нет. Ну, был, но как бы так. Соответственно, после 11 класса я должен был поступить в то место, в которое, слава богу, не поступил, в Екатеринбург, в высшую школу милиции. Но там запросили взятку, 3000 долларов. Таких денег не было. Хотя я сдал экзамены лучше всех. Но 3000 долларов не было. И когда я уже все это... Хотя мне давали 100% гарантию, что благодаря тому, что я был лучшим по спорту, что меня заберут с большим удовольствием, чтобы я там представлял. Ну, в итоге, короче, тренера не договорились. И в итоге я должен был потом уже в августе месяце поступать в какое-то другое заведение. И я поступил в Новоросский педагогический колледж. Поступил на бюджетной основе. И, соответственно, там думал, год проучусь, потом быстренько возьму и поступлю уже в высшее учебное заведение. Не буду только колледжа терять. Ну, так получилось, что в колледже мне понравилось учиться. Мне как-то там засосало все это. давали хорошее знание. И я учился на педагогическом факультете, потому что я видел себя в будущем тренера. Я хотел преподавать, хотел воспитывать детей, в конце концов. И такая, ну, глобальная цель меня это прям мотивировало. Соответственно, когда были каникулы, я уже получил права и продал тот самый мотоцикл, потом был там еще что-то. Потом купил себе автомобиль «Москвич 407-й». Конечно, папа тоже нам помог. Но я там тоже очень активно участвовал. И на 407-ом «Москвиче» заезжал. Расход был просто скотский. Не успевал прокормить свой прекрасный этот автомобиль. Потом, в последующем, чем только не пробовал заниматься, пробовал и таксовать на 407-ом «Москвиче». Пробовал, конечно, но он у меня так-то часто ломался, даже представить не можете. Потом также я пробовал одновременно занимался яйцами. Да-да, яйца с Гая. Это 30 километров от Орска. Возили, продавал. Чем только не пробовал заниматься. В общем, занимался, 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 занимался. Ну и, в общем, вот как бы так назанимался, как говорится. В колледже я понял, что мне нужны еще дополнительные деньги, поэтому, когда я в колледже учился, я получал стипендию как спортсмен, как отличник, потому что я учился с отличием. И еще у меня была доплата за то, что я был старостой. Ну, в общем, я был старостой, потому что там была доплата, если ты честно. Не некая была никакая амбиция, чтобы там, ну и еще там был ультиматум от директора. Если бы я не стал бы старостой, то меня бы выгнали, потому что я учился очень хорошо, я учился отлично, но поведение у меня было, мягко говоря, не очень хорошее. Постоянно были такие всякие форс-мажоры и постоянно была какая-то шляпа, короче, в моей жизни случалась, поэтому, ну, пришлось идти на сделку. Хотел сказать, с дьяволом, нет, не с дьяволом, я им благодарен, потому что мне основное, как бы, все основные здания дал именно Педагогический колледж горстки. Я всегда буду с теплом вспоминать там вот те годы, три года, которые я там учился. Это вот единственное место, куда мне хочется вернуться, встретиться с учителями и пойти там, например, на ту же самую встречу выпускников. Это единственное место, о котором, действительно, я говорю, о котором я хочу, потому что все остальные места меня не так сильно, ну, так заставляет или впечатляет, не знаю, как это правильно сказать. Школы вообще плохие воспоминания, институт там толком ничего не было, там я быстро как-то все проходил, почти все на автомате сдавал, я там особо даже не появлялся, потому что тех знаний, которые мне дали в колледже, в принципе, хватило на 70%, чтобы я просто на отлично просто преодолевал институт, потому что институт тоже был педагогический. Вот так бы так. Ну и, в общем, после колледжа, после колледжа мне дали распределение, мне дали распределение в Центр развития детей и творчества и юношества Искра, и тут же меня вербовали в школу, школу номер 24, которая находится в старом городе. Соответственно, как бы я тем пообещал, уже не мог отказать, да, Искра, потому что по распределению как бы там была личная просьба директора, и мы тогда, в тот момент, с директором школы, 24, с Вячеславом, я не помню, что его отчество даже, ну, в общем, мы с Вячеславом решили, что мне делают расписание, первую смену, я каждый день у них работаю, отрабатываю спокойно, там, вот эти-то 39 часов, которые мне накрутили, ну, а еще 36 часов я работал, получается, в центре развития детей, творчества, и множества, это нужно было там на дорогу, я еще тратил минут 40 с одного конца города, другой конец города, ну, чтобы со старого города в новый город, в свой самый конец, и вот так вот у меня началась уже такая официальная трудовая деятельность, хотя, говорю, я не стеснялся и такси пробовал, и грузчиком работал, и водителем работал, кем только я не работал, соответственно, в школе, конечно, начал работать, первая зарплата была ниже, чем моя стипендия, это меня огорчало очень сильно, но начал двигаться вперед, сразу там получил вторую категорию, 12 разряд, в общем, начал на энтузиазм пахать, и, в общем, ну, было все хорошо, было все прикольно, и в то время, когда вот я учился в колледже, я уже тогда успел покататься на соревнованиях, потому что я мало того, что учился в колледже, я еще и зарабатывал, да, еще я уже мог себе оплатить те или иные соревнования, но и опять же, я соревновательный опыт получал благодаря тому, что под чужими фамилиями, под чужими данными я опускался во все тяжкие, в общем, было такое, что, например, приходили, например, представители силовых структур и так далее, и когда, например, нужно было там выступить, например, за МВД, или, например, за какую-то там у нас были там элитные охраны какие-нибудь, или за какую-нибудь охрану, например, но под чужим именем, под чужой фамилией и так далее, но ради того, чтобы у меня был соревновательный опыт, да, чтобы я, конечно, подписывался, и было обидно, что часто выполнял нормативы, мастера спорта в том числе, но при этом под чужими фамилиями, которые, в принципе, ну, я за это просто получал, так скажем, кормовые, питание и проживание и поездку, ну, получал именно самое драгоценное, получал опыт, и, конечно, было обидно, что, как бы, вроде я выполнил, по идее, мне должны вручить ту самую книжку мастера спорта, там, хотел гордиться, и все, но у меня родители в этом отношении поддерживали, потому что папа тоже понимал, что это опыт, как бы, это нормально, и, если, например, взять там официально, может быть, там, например, я нигде не светился, да, получается, под своей фамилией, но, по сути, когда я приезжал на соревнования, да, вроде бы считался андердогом, там, потому что, ну, никто меня не знал, оба особо, ни по фамилии, по имени, ничего, но при этом я, как бы, никогда не проиграл, я всех вырубал, потом, конечно же, одни и те же, те же самые судьи уже стали узнавать, уже все не про канал, а потом стало уже в последующем проблематично и свое, да, когда уже под своим именем занял первое место, уже там целая куча было судейских споров, решения по поводу того, что там выступал по чужой фамилии, все это начало всплывать, потому что, оказывается, морда у меня такая запоминающаяся была, ну, и, может быть, и техника, точнее, отсутствие техники было запоминающейся, потому что я ходил в детстве и в каратэ, я ходил и в кикбоксинг, и ходил и в рукопашный бой, и куда я только не ходил, ходил во все тяжкие джиу-джитсу, знаете, у нас не начнется там секция, там год пробудет тренер, потом раз и сваливает, и все, и начинается, и получается везде, получается, не было такого, чтобы, например, лет пять отработал, например, только, например, рукопашным боем, или лет пять отработал, ну, последующий потом было, но это уже было после, да, это уже было после института, а так вот не было поэтому тяжело мне было перестраиваться каждый раз техника ломалась карты одна техника кикбоксинга другая техника рукопашка 3 техника и так далее ну и в общем как бы так в школе я работал как раз когда я начал в школе работать это 2001 год 2002 году я меня подженился родилась дочка как раз когда дочка родилась я стал серебряным призером россии по тэквондо версии в фтр которые проходили не как раз дочке было два месяца и в ноябре месяца я уже первый раз они не первый второй раз именно к под своей фамилией под своей фамилией почему это поехал на соревнования потому что я уже то работал педагогом у меня уже была возможность за себя заплатить чтобы поехал именно на соревнования под своим именем вот как бы так ну и в общем как бы вот так вот все нас и двигалась при всем том что вроде бы в школе хорошо зарабатывал потому что у меня была большая нагрузка у меня было две трудовой книжки 36 и 39 часов плюс еще было совмещение по 12 часов там я вел дополнительные кружки секции работал 7 дней неделю работал семью утра там до десяти часов вечера до десяти часов вечера из-за этого я потерял свою семью потому что ну так получилось что жена была молодая красивая хорошая как бы и толком не ребенка не видел уходил ребенок уже ну как бы еще спал а приходил ребенок уже спал на жну тоже уже нифига не хватало ни сил ни внимания ничего ну и в общем через два года развелись ну и в общем была цель заработать как бы деньги но при этом максимуме которую зам зарабатывал то педагогам это там было не зато может быть 20-25 тысяч это вроде как бы скажут большие деньги да ну большие деньги но учитывая какая была нагрузка это просто нереально ну просто у меня получается я чужим детям уделял времени больше чем своим и это на самом деле было страшно было печально ну и вот один прекрасный момент я уже в принципе почти закончил институт и когда я хотел зарабатывать больше я хотел сдать на меня была вторая категория хотел первую категорию выше категория когда я участвовал и конкурс там учителя года и там конкурс научных работ везде занимал первые места и школа 24 зам заняла первое место в олимпиаде и ученики мы занимали первые места и ученики я тогда на тот момент еще вел тренировки в том числе и по туркопашному бою к по кибоксингу занимали первые места на россии и так далее и мне все не давали не давали высшую категорию хотя я ее законно должен то там не хватает высшего образования то еще что-то хотя это был заочником на ну как бы на кафедре физической культуры и спорта да прям по профилю и в общем когда я устал бороться с бабушками почему с бабушками бабушки это женщины 55 60 лет которые приходят к тебе экспертами на твои занятия которыми чего ты в жизни не нужно уже и которые тебе занижает оценки да тут же главное результат правильно результат первое место в спартакиаде результат чемпиона россии по кикбоксингу про вашего результат чемпион у меня ученики занимали первое место в олимпиаде по физкультуре вот все это результат как-то к нему дошел каково дергать чужое горе и так далее когда они там не занижали оценки занижали и когда там одна из этих бабушек сказал что ей потребовалось 20 лет чтобы она получила высшую категорию а я здесь такой молодой отработал четыре года педагогом и уже претендую на высшую категорию да там принципиально что такое было там не дадут и все вот как бы так и это понял что из-за таких вот у нас старперов нас и не развивается не развиваются наши дети по которым дарму уже ничего не нужно и все просто молодым не дают дорогу не дают просто себя реализовать эти старпёры которые да как бы сам ням и другим не дам и один прекрасный момент я психанул после очередного раза когда я не получила высшую категорию на законных основаниях да когда давайте на следующий год мне этими следующим годами уже надоело и я уволился и в 2006 году это был 2006 год в школе я отработал с 2001 года по 2006 год в 2006 году я уже взял и начало пошел и устроился в охрану само собой еще к пока я работал педагогом все лето пока у меня были законные два месяца отдыха да я все это время проводил в детских лагерях проводил всевозможные спартакиады вел кружки и тому подобное я пахал я старался заработать по максимуму и старался вот чтобы ну может было заработать помимо отпускных чтобы может было в лагере так далее поэтому я никогда никуда не летал там не отдыхать ничего я пахал вот всегда у меня были дети дети принципе а детей даже никогда я не отдыхал и получается отпуск жена даже не могла с вами провести потому что я отпуск проводил получается с чужими детьми в лагере вот как бы так поэтому то что развелись я сам больше в этом виноват чем вокруг все ну и в общем так вот у нас и получилось потом я соответственно в один прекрасный все психанул как бы решил все уйти потому что я понимал что потолок что я больше чем 100 2 часов неделю не смогу физически обрабатывать и понимал что больше чем 27 28 тысяч рублей никогда в жизни в месяц не заработаю при том я понимал что я работаю 7 дней в неделю при том меня начинали затрахивать этим проверками проверками меня ничего не могли найти приходили потому что все-таки всплывали до что такие меня зарплаты сами педагоги же там все на меня и и меня издавали и тому подобное приходили ничего они могли потому что я отрабатывала честно свои часы и потому что своего нечестному дом об уволит поэтому я потом сам уволился потому что мне надоело это все, когда там нужно было не педагогикой заниматься с детьми, а заниматься, непонятно, описанием, как ты это все проводишь. У меня очень много было трудных подростков, которые ко мне приходили, которых я с улицы выдернул, которые я считаю, что сделал большой вклад в развитие детей именно в Орске, очень много, со мной дети многие побывали на горналыжном курорте, в бассейны, в походы мы ходили, что только мы не делали, вы даже представить не можете. Это, наверное, самые лучшие годы были в моей жизни, но это было все с чужими детьми, не с моими детьми, это было все с чужими. Что только я как-нибудь потом сделаю коротенькие фотоальбомы и в Инстаграм выложил, просто обалдете, сколько всего. Ну, я бы хотел к такому педагогу, как я, попасть, потому что у меня мои детишки были в разные секции, кто-то ходил в баскетбол ко мне, кто-то ходил на рукопашный бой, кто-то ходил на кикбоксинг, кто-то там мы в бильярд играли и так далее. Но по воскресеньям я их всех собирал вместе, было там по 30 человек, по 40 человек, да, и мы обязательно куда-нибудь. То мы поедем на лыжи в Куандэ кататься, то мы поедем там в бассейн там все вместе. То есть, ну, в общем, так вот было, я понимал, что я вносил очень большой вклад для детишек, но я особо не зарабатывал и не видел. Я на тот момент жил в съемной квартире, я понимал, что так как бы, ну, долго не получится. На тот один прекрасный момент меня сагитировали пойти в самую элитную охрану, на ОХМК, соответственно, уговаривали там личную охрану, соответственно, пошел я в охрану, начал в охране работать. В охране я получал столько же, сколько вот я работал день-ночь отцепной-выходной, я зарабатывал столько же, в принципе, сколько и работая в школе. Ну, в принципе, нормально. Ну, такая сволочная политика, да, там, что обязательно нужно в чем-то найти, там, как бы, минус работяк, какое-то воровство обнаружить. Если воровства нет, если все хорошо, значит, нужно там самому подкинуть, там, не знаю, там, кусок алюминия, там, молибдена, там, подобное. Сам же подкинул, сам обнаружил, сам получил премию. Я понимал, что это не мое, я так не хотел, как бы, просто тех людей, которые работают, там, на мартенских печах, просто, просто взять, подставлять, втыкать их. И, в общем, три месяца я продержался за эти три месяца. Я участвовал, там, в больших десяти соревнованиях, и бегал, и плавал, и что только ни делал. Везде почти первые места, где-то первое, ну, редко, когда третье, а в основном первое, второе, первое, второе место, например. У меня некоторые дисциплины, в которых, ну, я далек от них, поэтому я был, там, третьим. А так, все подряд, я закрывал, там, и бегал, там, в общем, все подряд. Ну, и, в общем, уволился, и после охраны, да, три месяца, там, отработал, хотя меня, там, не хотели отпускать. Ну, я пришел и говорю своему начальнику, я хочу уйти. Он говорит, вот, нужно отработать две недели. Я ему, там, так сразу и сказал, говорю, вам не стыдно, говорю, мне сейчас такое говорит, что я две недели отработал. Он говорит, в смысле? Я говорю, я вам за три месяца, я, говорю, я принял, получается, шесть обкаток, штука обкатки. Когда претенденты были на личную охрану, там, ну, там, в элитное подразделение, они должны были через меня пройти. Ну, как бы, пройти через меня это вот спарринг, как бы, при том, там, без разницы. И, как бы, и у меня не было цели их убить. У меня цели было посмотреть, подходит ли они, подходит, что умеет ли они, не имеет. Плюс я участвовал в соревнованиях, все, и так далее. И, конечно, он сказал, да, говорит, я, говорит, я знаю, потому что до сих пор, вот, есть комната, так называется, развод, комната-развод. До сих пор там целая куча висит моих грамот. Ну, там, наверное, все мои висят грамоты. И поэтому, конечно же, они меня отпустили без отработки. Они, как бы, все. И после этого я поехал, получается, прошел собеседование в Оренбурге Евросеть. И в том самом, в 2000, получается, в 2005 году я еще, как бы, умудрился поработать в охране в эти три летние месяца, да, когда вот все там в школе до мая отработал. Потом, получается, уже где-то с ноября месяца я пришел в Евросеть, в декабря месяца пришел в Евросеть. Ну, и, в общем, Евросети уже начал свою, так скажем, самую карьеру. Евросеть тоже пришел, в принципе, довольно-таки неплохо. С первого дня я стал лучшим продавцом. Продавал больше всех. Был такой азарт. Хотя я получал 236 рублей за день. Все остальные продавцы, благодаря моим продажам, получали полторы по две тысячи рублей в день. Полторы-две тысячи рублей в день. Можете себе такое представить? И все. Раньше, например, 10 человек в СМИ не работает. Один продал, например, один шнурок, а другой продал 40 телефонов. Но вот сколько человек было в СМИ, вот этот весь, так скажем, призовой фонд делился на всех пропорционально. Только директор магазина получал там на 10% больше. Поэтому директор магазина получал больше всех. Ну, и, соответственно, стажеры просто были на окладе. Но ты мог быть стажером три месяца, мог быть стажером четыре месяца. Но я поставил себе цель, что хочу быть сразу продавцом. И через две недели, это самый быстрый, это был рекорд. Я за две недели смог сдаться именно на продавца. Раньше надо было, чтобы сдаться на этот экзамен. Ты ехал с Орска на поезде в Самару, в Самаре так сдавал и назад. И, соответственно, потом начал так же бахать. Как бы зарабатывал примерно как все, чуть меньше директором. Потому что работал по пять, по шесть дней в неделю. Хотя в Евросети можно было работать два через два. Можно было работать четыре, три и так далее. Я почти, ну, если получалось шесть дней в неделю работать, я работал шесть дней в неделю. Потому что как бы я шел, чтобы зарабатывать деньги. И тогда у меня как раз была зарплата примерно 25 тысяч. И тогда я тоже не мог себе особо ничего позволить. да, как бы купить. Ну, первое, что я, получается, сделал, да, буквально там отработав полгода, через полгода, я купил себе. У меня первый автомобиль был в Москве 407, как бы я вам говорил. Потом у меня была «Копейка». Когда я был учителем, да, я на нем проездил полгода. Он постоянно ломался. Потом после этого я купил себе АКУ. на свои личные деньги АК была. АК, такая с люком, такая прям, такая заряженная такая АК. И вот после АКУ я в 2006 году, как раз помню, в июне месяце, купил себе в автокредит новый Deo Matisse. И тогда же, получается, 2006 год, работая в Евросети, купив новый автомобиль, я при этом еще умудрялся, в свободное от работы время еще умудрялся на Matisse таксовать. Такси был эконом, еще и таксовал, умудрялся ночью. И тогда же, в 2006 году, первый раз, я приехал в Сочи именно на автомобиле, который называется Deo Matisse. Вот на нем я приехал, как бы, и тогда мы остановились в Адлере. Я там безумно влюбился. Когда была прогулка по Адлеру, я вам все это рассказывал. Вот как бы так. И вот на этом Matisse. Потом на следующий год у меня Matisse за год пробежал 100 тысяч. Я сам удивился. И потом уже я Matisse, получается, продал. Matisse у меня там побывал в жесткой аварии. И после этого я купил себе годовалый Renault Logan с двигателем 1.4. И как только купил себе Renault Logan, помню, летом мы опять буквально через месяц поехали уже с моим дядькой, с его женой. Поехал со своей там знакомой девочкой. Сколько эвакуаторов, да? И мы, соответственно, поехали. Не надо этих пропускать, они же чмошники. Ну, после этого мы поехали, само собой, в Сочи. В Сочи тоже остановились в Адлере, само собой, разумеется. И, конечно же, тоже понравилось все. Уже на Renault Logan доехали. Тогда я ехал очень экономно, со скоростью 100 км в час, чтобы расход не было, потому что я считал каждую копейку и так далее. Ну и в Сочи приезжал, потому что, например, про заграницу даже и думать не мог. Для меня тогда уже было открытие, потому что все летние месяца я всегда обычно проводил у нас в лагере, да? Я всегда работал. Поэтому в Сочи здесь не был отдых. Хоть недельку, но был отдых. Потом, соответственно, в том же, получается, это 2007 год. Так получается, что там были какие-то определенные акции. Я выиграл свой первый автомобиль новый. Назывался он Skoda Fabia. Такого желтенького цвета был. Я выиграл. Потом через два месяца была еще акция. В то же время параллельно по LG выиграл путевку на Формулу 1. Первый раз тоже побывал на Формуле 1 в Китае, в Шанхае. Пока я был в Шанхае, дал фору 10 дней, повернулся. Акции были по два месяца. За два месяца опять показался. Выиграл вторую Skoda Fabia. Мне тоже ее дали. Потом был розыгрыш третьей Skoda Fabia. Но уже мне за нее отдали деньгами 330 тысяч. Потом была еще одна. Ну и, в общем, так вот стали, получается. У меня, может быть, зарплата была такая же, как у всех. Там 30 тысяч рублей, там, может, 32 тысячи рублей. На Новый год могли там заработать, там, аж 50 тысяч рублей. Но тогда я как раз вот все эти деньги, которые у меня там появлялись, да, там, закрывал там какие-то кредиты или еще что-нибудь. И тогда все эти свободные деньги, я их не профутил куда-то, а брал просто-напросто. И купил себе дом сгоревший, соответственно, с участком. Ну и заряжается, начал строиться. Передвигался, соответственно, на Fabia. Отцу подарил машину. Сначала купил ему десятку. Но когда я ехал за десяткой, папа, получается, три дня покатался на Fabia и всегда там кривился до десятки. Десятку продали брату там за копейки. А потом, получается, отцу я купил, уже купил новую Skoda Fabia у своего друга, который выиграл в Новосибирске у Димы. Пригнал ему с Новосибирска. Тогда я первый раз в жизни побывал в Новосибирске. Прикольный город, мне лично понравился. Вот как бы так. Ну и, в общем, начали строить. Ну, строил больше папа, само собой, разумеется. Поэтому, конечно, отцу я буду всю жизнь благодарен. Ну и, в общем, как бы так. Строили, 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 строили. То есть работал я, получается, вроде бы в Евросети. Потом у нас в непрекрасный момент стали личные продажи. И если я раньше зарабатывал там 30 тысяч рублей, там 25, там 33, там в зависимости. Потом я стал резко зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц и ни копейки меньше. Соответственно, вкалывал все свободные деньги и кредитные деньги я вкладывал в дом. Дом построили с отцом буквально там за полгода, но очень быстро. И все. Потом вот дом просто уже заехал, там уже пристраивал баню, там то доделал, это доделал. Знаете, дом каждый раз берешь, там тратишь, тратишь, тратишь деньги и так далее. Но потолок я, в принципе, с Евросети выжимал по максимуму. Я зарабатывал там 100, 150. А если еще и премии, которые были из машины, которые с деньгами. Там, помню, когда я пошел в банки брать кредит, мне отказали. У меня, получается, средняя зарплата официально была 236 тысяч по 2 НДФЛ. Думали, что это поддельная справка, потому что не верили, что в Орске можно зарабатывать такие деньги. Просто так все совпало хорошо. Ну, в общем, так. Ну, к чему я это все говорю? Ну, вроде бы жил нормально, комфортно, да. Хорошие деньги зарабатывал для Орска. Потом в один раз момент все это надоело мне. Акции закончились в Евросети. Чичеваркино бизнес отжали, вынудили продать. Новая политика компании была другой все. И я решил резко поменять все. Я взял и ушел к своему другу такси гост. Сначала менеджером. Там тоже как-то рассказывал. И работал генеральным директором такси гост. Кто зарабатывал 150-170 тысяч рублей в месяц. Много обучался, много где поездил. Получил очень богатый опыт. Ну, и, в общем, как бы так. Ну, и даже с такой зарплатой 170 тысяч максимум, что я смог сделать, да. Вот заработать, получается, в общей сложности с 2006-го по 2012-й год. Это тот момент, когда у меня было время, когда, говорю, мне не пришлось все машины продать. Ездил на показан Deo Nexi. Потом была Priora. Потом была Qashqai. Потом Mazda была CX-5. Потом был Тауран, на который я приехал. Потом был дом, квартира, которую я продавал и так далее. И, в итоге, в 35 лет я приехал в город Сочи. По большому счету, с голой сракой. Все, что я там сделал до 35 лет, в принципе, все нивелировалось тем, что я это время прожил в городе Орске. Я как считал, что мне здесь хорошо, комфортно. Все меня знали. Город меня весь знал. В администрацию Орска был вход свободный. Любая проблема решалась по щелчку. Друзья, всевозможные авторитеты всевозможные. Всякие воры в законе и тому подобное. Все с пальцами и так далее. Гаичники все свои. Никак в жизни не платил ни за номера, ничего. Все давалось. Если там детский сад, дорога открыта, школа, в лагерь любой. В общем, возможности было просто жесть. Но при этом деньги я не мог найти, где можно было заработать. Реально деньги. И, по большому счету, мой друг, когда мы в последний раз приезжали в Сочи. Это 2009 год на Шкоде Фаби. Я встретил здесь Диму Приходько. Потом прошел Винсент. Он работал в Евросети. Здесь он перевелся с Новосибирска. Как раз у того, который я покупал машину. И когда он сказал, я переехал сюда. Он просто... Я говорю, ну ты чего? Там у тебя было все хорошо. Ты там был король. Если я был по Волжью, то он был в том округе. Западно-Сибирске, если не ошибаюсь. Он там был. Ну и он приехал. Я смотрел результат. Он также Южно-Федеральный округ взял и порвал. И все. Потом он с Евросети уволился. Пошел в недвижимость. И смог себе спокойно уже заработать здесь и квартиру. То и то. И все. Ну нормально смог. И получается, он переехал в 2009 году. А я, получается, надумал и переехал только в 2016 году. Такую дал большую упору и тому подобное. Ну и опять же, возвращаясь назад. Почему так получается, что многие из регионов не могут себе позволить купить нормальный автомобиль. Не могут себе позволить купить там нормальное жилье и тому подобное. Ну просто изначально выбираем не совсем то место, в котором можно себя реализовать. Потому что я считаю себя очень таким трудолюбимым, талантливым, целеустремленным. Но в Орске я себя реализовать не смог. В Москву предлагали ехать. Я всех слушал, что все меня отговаривали, что там тебя аренда съест, никого знакомых нет и так далее. И в один прекрасный момент уже на тот момент расстался с Надей в Орске. И вроде бы там вот этот и рак там пережил, там чуть не сдох там, да, и так далее. Там если еще пару месяцев протянул бы, точно бы сдох бы. И я понимал, что все, как бы, а смысл, да, родители. Но я знал, что я родителей перетянул, потому что мы своих в беде не бросаем. Я знал, что. Я многим кому предложил поехать, согласился один только Костя. И, соответственно, вот переехали. Переехали, переехали еще раз. Получается, переехали. У меня получилось, у него не получилось, ничего страшного. Бывает по-разному, как бы. В Сочи тоже, как бы, дает возможность всем, но не у всех это получается, сразу говорю. Ну и получается самая большая ошибка в моей жизни. У меня была в том, что изначально я выбрал себе не ту профессию, я выбирал себе профессию для души. У меня действительно, как бы, нравился процесс, когда я видел, когда дети меняются в лучшую сторону, когда я удергиваю их с улицы, когда они добиваются результата, когда они катаются на соревнованиях и так далее. я от этого получал неописуемое удовольствие. Когда там мороз, 35 градусов, идет соревнования по футболу, на снегу, там все. Там приезжает, в том числе, твои ученики, тебя поддержать, сами мерзнуть. Все мы стоим, как бы. Ну это как-то все такое прикольное, теплое. Как бы, может быть, в конце концов, когда мне будет лет 60, может быть, я опять захочу работать преподавателем, когда у меня уже будет определенная подушка безопасности по деньгам, где бы у меня просто деньги приходили бы, да, без участия там, ну чего-то, чтобы я мог заниматься любимым делом. Потому что педагогика – это мое реально любимое дело. Но в педагогике ты никогда в жизни деньги не заработаешь. Ну и в Сочи вот переехал, и прекрасно понимаю, что если бы переехал бы сюда раньше, да, не побоялся бы, сделал бы шаг и так далее, то было бы, ну, гораздо все лучше и все. А сейчас у многих из вас почему не получается, почему, там, ну, мягко говоря, находимся в той категории, которую не хотели, там, ну, как бы, там, нищета, там, или еще так далее. Ну, здесь, по большому счету, как бы, виноваты сами. Сами выбрали, да, определенный комфорт. Я не говорю, что у меня было все хорошо, все прекрасно. Нет, когда я уезжал из города Орска, я очень сильно, ну, как бы, сильно менял свою зону комфорта. Да, и когда уходил с педагогики, да, например, в другое, например, в охрану, там тоже, там, надо было получить вот это всякие разрешения, надо было вот это все обучиться. Ну, потом, когда шел, например, Евросеть, это опять обучение, опять что-то новое. Когда шел, работал генеральным директором такси ГОСТ, опять что-то новое. Когда, там, после такси ГОСТа я еще умудрился, там, работал, как бы, директором продажи по недвижимости, там, вот это все, все, вот этот, все, ой, не недвижимость, а по мебели. Когда я работал бизнес-тренером, то все нужно было черпать, новые, 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 и все равно определенный был некомфорт. Вот, как бы, так. Ну, зато, оборачиваясь назад, да, много чего было хорошего, много чего было плохого. Ну, зато, я сейчас есть то, что сейчас есть. Да, как бы, сейчас, например, тот заработок, который у тебя в месяц средний получается. Ну, я скажу так, такой заработок даже не смогут в регионах люди заработать за год, сколько ты здесь зарабатываешь за месяц. За счетом за год, даже за два года не получится столько заработать. И да, здесь, как бы, где-то иногда жизнь гораздо сложнее, где-то дороже, но здесь интереснее, здесь возможности больше. Я прекрасно понимаю, что если вдруг один-три разный момент мне надоест город Сочи, я смогу вам себе позволить и переехать в любой город России, и я буду жить не хуже, чем я сейчас здесь живу. Ну, сто процентов. Вот, как бы, так. Обидно, что, как бы, хотел сказать, что, например, 35 лет было прожито впустую. Нет, не впустую. Все равно это был хороший опыт. Это было много чего, очень много тем я успел поработать. чем занимался. Рад, что я всю жизнь пахал, не боялся никакой работы. Надо там собирать бутылки вперед из песни. Нужно работать грузчиком вперед из песни. Нужно там таксовать вперед из песни. Как бы не стеснялся. И, наверное, благодаря тому, что я не боюсь никакой работы, я уверен, чтобы что в мире не произошло, я всегда смогу себе заработать на хлеб, на масло и, наверное, на спортивный зал и тому подобное. Вот как бы так. А по поводу того, что иногда хваст, то есть и тому подобное, да, вот как бы своими достижениями, ну, потому что мне приятно. Понимаете, вот если бы я бы не прошел все то, да, как бы вот этот все, вот этот вот суп этот, который никогда в жизни не забуду, где свекольные листья, пару картошек, там еще что-то, это назывался борщ без мяса, без ничего. Когда конфеты, это мы брали просто сахар, там, с сестрой втихомолку, там, просто брали, там, этот сахар жарили. Вы, наверное, даже это не знаете, а мы знаем это. Знаете, что если налить масло и туда насыпать сахар на сковородку, если вдруг жарить и мешать, то получается у нас такая штуковина, такая, знаете, такая, получается, сосалька такая, и все. У нас других конфет не было, понимаете? Других конфет не было. Вот как бы так. Ладно, ребят, на этом всем добра, пока. Зачем я это написал? Да не знаю, да просто так, думаю, проедусь, думаю, расскажу. А то у многих же, там, какие-то фантазии, там, я иногда читаю, там, просто, там, тебе в жизни повезло. Нет, не повезло. Просто я своей жизни пахал больше, чем все остальные вместе взятые. И все. Нет такого понятия повезло. Нет такого понятия фарт. Серьезно, нет. Пока.